Здравствуйте! 102 преступления совершено за минувшую неделю в Палдарской области. Раскрыли из них 45. С начала года в регионе зарегистрировали уже 121 факт мошенничества, из которых 78 совершены при помощи интернета. В студии говорим о тех, кто нарушает закон или случайно становится его заложником. И вместе разбираемся, как не повторять ошибок. С вами Артем Клеван. Вот о чем будем говорить сегодня. Мужчина побил отца из-за матери. Где грань между домашним насилием и защитой близких? Обсудим в студии. Прогулка по колонии. Чем живут в местах не столь отдаленных? И как переживают заключения? Дрифтанул с другом. Закатание на капоте водителя в майском районе наказали штрафом. Паладарец Александр Береговой ударил отца, защищая мать. Мужчина объясняет свой поступок тем, что папа вел себя буйно. По закону должен понести ответственность, а по совести вроде как делал доброе дело. Обсуждаем в студии вновь семейные бытовые конфликты. У нас сам нарушитель и стаж-инспектор группы по защите женщин от насилия ОМПС Управления полиции Павлодара Бахаджан Турсаринова. Вам добрый вечер. Добрый вечер. Ваша история, она частная и мы будем ее обсуждать, но плавно потом перейдем на общеизвестные факты. И что сегодня, как ситуация обстоит с семейными бытовыми конфликтами. Вообще семейный бытовой конфликт самый сложный, потому что вроде в одном помещении находятся родные люди и что угодно может произойти. Благо чаще всего это происходит, что просто ругаются, посуду бьют, я так понимаю. До рукоприкладства прям такого, когда избивают, избивают. У нас редкий случай случается такое. Но ваша история и таких историй наверняка тоже немало. Тут мы не будем сейчас говорить, кто прав, кто виноват. Мы не знаем, вторая сторона, ее тут не присутствует. Мы не можем сказать, что у папы, может, своя версия. И у мамы своя версия. Но тем не менее, расскажите о ваших взаимоотношениях в семье. Что у вас там происходит? Почему конфликт произошел с отцом? Каким образом защищали мать? Конфликт произошел на почве алкогольной зависимости отца. Подождите, зависимость прям? Зависимость алкогольная. Ну, установлен или это? Нет, он не приходил к клинике, в клиниках не лечился. В общем, вы так считаете, что он употребляет? Это видно, считаю, да. На фоне алкогольной зависимости произошел конфликт. Человек, употребляя алкоголь, теряет контроль над собой. И появляется многое себе может позволить. Можно сказать, все. А маму защитить, кроме меня, больше некому было. Вы живете втроем? Втроем живем. Вы не в браке? Нет, холост. Холост. А вместе живете всю жизнь, так понимаю? Всю жизнь я родился в этой квартире, проживаю там. Вот день тот, вы можете вспомнить? Так понимаю, это где-то 7 января было, да? 7 примерно или 8. 7, 8. 7. 7 января. Что там было? Вот что, с чего конфликт начался? Что на маму? Что с мамой происходило? Папа пошел за спиртным, принес спиртное, стал распивать, сидеть за столом. Ну, после распития второй, третьей рюмки уже у него появился, как говорится, свой голос, свое мнение. Ну, и мама там готовила кушать, и конфликт между ними произошел. Когда она готовила кушать, что-то он там ей... А он ей сказал, я слышал сам, что она ему что-то сказала, и махнула на него полотенцем по плечу так легко. Ну, полотенце домашнее, которое... Ну, кухонное полотенце обычное. Он ей в ответ сказал, что я поотрываю тебе руки. Как я должен был реагировать на это? Я сидел в другой комнате, я слышал это. Он отчетливо и громко это сказал. Я подошел, сделал ему замечание, что как же так, эти руки тебя кормят, ты их собрался отрывать. И вообще к человеческим призывал, чувствам его. Он резко встал и плеснул мне горячего чая. Он сидел пил чай, горячий чай прямо в лицо, в глаза. Он надеялся мне ошпарить глаза, наверное, но я успел зажмуриться. Ну, и в ответ. У меня просто автоматически это получилось в ответ. Что вы сделали? Ударил его правой рукой. Куда? В височную область, челюстно-височную область. Какие повреждения он в итоге получил? У него, как она называется, отек вот этот... Синяк под глазом? Синяк под глазом. Под глазом, да? Да, да. Синяк у него не только под глазом, но вот как височная и глазная область вот эта. Вам 46 лет? 46. Отцу, я так понял, 82 года? 82. Маме примерно так же? Так же, они одного года. 82 года. Мы как бы тут, понятное дело, конфликт такой, но вроде бы на пустом месте. Потому что, ну, дома все скандалят. Что же мы будем сейчас делать вид, что мы все такие белые и пушистые? Дома разгорится скандал, может, из-за мелочи какой-то. Я... Как бы вы вроде и мать защищаете, да? Но, с другой стороны, и отец тоже не самый молодой. 82 года это такой уже довольно-таки преклонный возраст. И какие последствия от этого могут быть? А я могу вам точно сказать, человек, который по судам ходит, как на работу, один удар, этого достаточно для того, чтобы убить человека. Упал, ударился, там, батарею еще сверху может удариться, да, если там в помещении где-то находится. Что угодно может произойти, и уже это там другие статьи совершенно уголовного кодекса. Мы сейчас не говорим о том, что давайте сейчас будем тут как-то менять и учить жизни. Я себя, естественно, не оправдываю. Но мне интересно, то есть мы сейчас рассматриваем это как частная история, частный случай конкретно 7 января. Но вы мне поясняли о том, что 46 лет вы другую, примерно такую же, точнее, картину наблюдаете в семейной бытовой. Именно так. Что у вас в течение жизни происходило? Что у вас вот, ну, где-то какая-то точка кипения подошла или что? Да, это и точка кипения уже с возрастом это все накапливалось. Но было еще случай, мне мама сказала, что до моего рождения, за два года, он ей нанес травму серьезную. В связи с этим она потеря слуха у нее примерно 80%. Я не доктор, но одно ухо у нее полностью лишено слуха, а второе, какие-то проценты слуха остались. Она очень плохо слышит. Это только было, она ходила к врачу, потом ей сказали, что это в связи с травмой, механическое повреждение слухового органа. А с мамой, папой между собой, вот, 46 лет вы наблюдаете, что происходит в семье? Конфликтуют? Конфликтуют. Кто кого, грубо говоря, абьюзит в первую очередь? Ну, я даже не могу сказать, ну, папа, больше такой инициатор, зачинщик, то, что на почве алкоголя все это происходит. Так он, когда трезвый, он тихий, он себя ведет нормально, адекватно, контролирует себя. А когда алкоголь, уже все, контроль над собой теряется. После того, как это все произошло, папа как-то к врачам обращался или что, как вы говорите? Он не обращался к врачам, вот он через два или три дня пошел к дочери. К вашей сестре? Как бы жить там временно или постоянно, я не знаю. А она, соответственно, сразу, конечно, увидев это, повезла его в упорный пункт. С сестрой вы общаетесь? Почти нет. А с родителями? Ну, в смысле, ваша сестра с мамой там общается? Ну, периодически. Она живет отдельно, да, периодически. Просто, чтобы понимать. Получается, больше с отцом, наверное, раз отец пошел. Раз отец пошел к дочери, да? А дальше что произошло? Она заявила в полицию? Она в полицию, они приехали. Удостоверение его было дома, они потребовали удостоверения, сказали, чтобы на свидетельство не повезут его, на травмпункт. Ну, мы отдали удостоверение, они поехали. И через два дня, он так и остался у дочери жить, а мы через два дня, я явился в опорный пункт с объяснением. С мамой вместе. Потому что мама как свидетель получается. Хотя и последствия не является свидетелем, но свидетель. Мама поддержала в итоге вашу сторону или сторону отца? Она поддержала мою, потому что, естественно, в ее сторону были оскорбления не раз. И не цензурные, и по-всякому. Тут как бы можно понять и дочь. По закону, по закону, любое рукоприкладство должно, наверное, караться. Ну и по ваше. Опять же, я возвращаюсь к тому, что вроде как по совести, ну, поступили по совести. Мы, если рассматривать не только в рамках закона, а в рамках человеческих взаимоотношений, ну, если действительно было так, как вы и говорите. Я абсолютно говорю так. А то, конечно, вы, защищая мать, любой человек, наверное, плюс-минус примерно так же поступил бы, вмешался бы в этот конфликт. Особенно, если вы уже такие взрослые, престарелые. Точнее, не вы, а родители ваши. А такие престарелые люди, где, не дай бог, до чего дойдет. В итоге вас осудили, да? Был административный суд, но решение вынесено было, его не было. Примирение сторон. Отец отказался от заявления. Сам пошел. Дочка, наверное, против была, я не знаю. Ну, отец, наверное, к тому времени уже отрезвил все. Ну, он, да, наверное, остыл, подумал, подумал, вспомнил, наверное, как было. Не знаю. Решил отказаться от всего. Примирились. Мы должны сразу, вот у нас сотрудник полиции здесь неспроста. Во-первых, хотелось бы услышать подтверждение. Действительно, был случай. Да, конечно. Зарегистрировано в полиции. Конечно, тут, получается, участковыми инспекторами полиции, вот как дочь обратилась с отцом, получается, в отношении Александра Александра вынес, составлен протокол, это противоправные действия в сфере быта. 73-я. 73-я, да, часть 1-я административного кодекса. И по решению суда, вот как Александр сам сказал, они примирились, получается, отец примирился. И вот после, получается, ввели сейчас изменения в законодательство, вот с прошлого года, получается, с июля месяц. И только сейчас по части 1-й только раз могут примириться. А после этого... Один раз за год? Один раз, да. Один раз в жизни или один раз за год? За год, получается. Ну, потом, получается, по части 2-й уже будет арест. Если заново поступят в отношении него заявления, тут уже будет арест предусматриваться. Вы ранее поднимали руку на отца этого? Вообще деретесь? Нет, не было. Это просто... Я его и не преднамеренно-то ударил, я же рассказываю, что это было... Ну, что она вам плеснула, а вы автоматом... Это как, не знаю, даже не моя как бы реакция, реакция просто инстинктивная, защитная была, и получилось такое. Я его бить не стал, не собирался, зачем? Я ему хотел призвать его к человеческим каким-то чувствам, хоть он и под алкоголем, может, что-то в нем проснулось бы. Угу. Вот когда по части 1-й привлекают, тогда участковым... Также у нас есть закон о профилактике бытового насилия, и там есть 20-я статья, это защитное предписание. Вот в отношении него также было вынесено, получается, защитное предписание сроком на 30 суток. Вот он также не может в отношении отца оказывать давление, выражаться нецензурной брани, и на это вот 30 суток. Если за это время вот этот факт, например, повторится, или он рукоприкладством займется, то получается в административном кодексе есть 461-я статья, это нарушение защитного предписания. Там уже арест? Арест, да. Там уже суд принимает решение, и санкции до 25 суток там уже. Далее, если он повтор... Я так понимаю, если человек... Если данный в сфере быта, если... Неоднократно вот эти 73-е статьи будут повторяться, например, по части 1, по части 2, потом вот 461-е нарушение защитного предписания, тогда уже тоже есть в уголовном кодексе 110-я статья. Это получается истязание. И вот это уже будет возбуждаться дело. Дело. Уголовное. Уголовное дело. Там уже и лишение свободы. Конечно. Не типа арест на 15 суток. Да, там все посерьезнее уже. В вашей практике, вернемся к основной вашей работе, вы с женщинами больше работаете. Ну, плюс-минус, поконфликтовали мужчины с женщинами, конечно... Нет, у нас тоже братья, вот родители, дети вот с родителями тоже есть, обращаются, тоже мужчины обращаются. Бывают такие факты. Какие ситуации вы... с какими ситуациями вы сталкиваетесь? То есть, почему пример привожу, именно историю Александра, где он там... ну, так случилось, скажем так. Не так, что он буйный по жизни и постоянно там напился и начинает в драку лезть. А так случилось вот на территории вот этой квартиры. У вас сколько комнат, кстати? Две комнат. Двухкомнатная квартира. А в вашей практике такие моменты встречаются, сталкиваются, когда приходите, ну, как бы понимаете, что ситуация такова, что вроде как виновник не настолько уж и виновник, но по закону вы обязаны составить протокол. Да, очень много таких фактов. Бывает, разбираемся. Но все равно приходит к тому, что суд... Да, сейчас все. Предоставляют все материалы, все собирают дела и направляют в суд. Уже санкции. Конфликтует кто больше? Ну, по вашей статистике. Ну, в данной... мы вот с прошлого года у нас получается пилотный проект, сервисная модель полиции стартовала. И вот целый год мы вот работали и в конце года провели анализ и получается в основном мужья, супруги конфликтует. В основном вот портрет абьюзера данное время, это раньше, например, было не работает, не имеет места работы, например. Например, возраст был, например, очень пожилой, например, 55 и дальше вот пенсионного возраста. Сейчас не так. Вот по данному анализу получается 39-45 возраст абьюзера имеет постоянную работу, но злоупотребляет. Вот самая первая причина – это злоупотребление алкоголя. Что понимание в вашем злоупотреблении? Ну, после работы, как вот женщины к нам обращаются, например, каждый день бутылочку пива с собой после работы. Я отработал целый день на ногах, например, на заводе или около станка стоял целый день. Я что, не могу себе вечером позволить бутылочку пива? Вот так вот. И женщины это выключают? Да, большинство вот. Мы приходим, уставшие дома, дети, что лучше бы дома, говорит, помог. По хозяйству, нет. В основном одна и та же картина. Вот так вот. Женщины начинают, когда вы приезжаете по вызову на место, где видите, что на самом деле мужчина не буйный. Вы сами об этом говорили тоже, что мужчина лежит, спит, сидит у телевизора. Да, есть и такие факты есть, да. И получается, здесь уже супруга начинает. Сама? Да, сама начинает. И всегда вот мужчины, когда вот беседу ведем, говорят, я просто пришел, выпил, просто лег, хотел отдохнуть. Но нельзя, можно же меня не трогать? Ну нет, говорит, она сама. Вот в их понятии, значит, супруга сама виновата. Он хотел отдохнуть, а она не дала. А кто в итоге вот здесь виноват? Наверное, тяжело объясниться. Бывает, когда супруги бывают виноваты, когда сами женщины бывают виноваты. Раз на раз не приходится. А самые сложные конфликты? Ну, вы сказали, самые распространенные. Это вот мужья с женами, да, между собой конфликтуют. А другие родственные взаимоотношения, когда люди живут в одном помещении. Не всегда же так живут. Живут только муж с женой и дети. Братья, сестры, не знаю там. Нет, у нас в основном, когда братья и сестры обращаются, получается, или пет, например, брат употребляет, например, или у них квартирные. Гражданско-правовые отношения вот не могут квадраты поделить. В основном вот это обращается. И вы их отправляете просто в суд? В суд, да. Разбираетесь там? Да. Где грани между защитой человека и умышленными побоями? Есть статья, превышение, там, уголовная статья, превышение пределов допустимой самообороны, вам так он называется. Ну, и вот этот 73-й, да? Здесь я вот только что сказала же, вот этот вот именно 20-я статья закон о профилактике бытового насилия, 20-я статья, вот это защитное предписание. Я бы вот сказала, что это защитное предписание, что ограничивает действие несовершению, например, и преступлений, и правонарушений, например. У вас в основном практика с административным кодексом? Да. Уголовный кодекс вас не касается? Ну, там есть тоже, например, в уголовном кодексе 106-я и 107-я статья. Это тяжкие и средние. Но это уже если сильно побил. У меня вопрос был, в чем разница между защитой себя, но ударил. Вот я так понимаю, вам плеснули в лицо, вы ударили в ответ, и непонятно, то ли вы умышленная, все-таки статья 73-я, я так понимаю, что 73-я, 106-я, 107-я уголовного кодекса предусматривает, что человек умышленно это делает? Ну, например, 73-я прим. 1 статья есть, это умышленное причинение, например, легкого вреда здоровью. Вот есть такая статья. Да, вот это умышленное. А если человек защищается, он вроде тоже умышленно защищается, защищает же тоже умышленно, наверное. Но в основном же свою, например, доказывают в суде, можно будет, например, высказаться. Но вы вину признали? Вину признал. А, ну все-таки. Там они стали разбираться. Если вину признали, в принципе, в таких случаях быстро проходит дело. Но если не касаться вот конкретного случая, есть ли какая-то с юридической точки зрения разница между защитой себя и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью для средней степени тяжести? Это вопрос больше к вам. Разница есть вот с юридической точки зрения? Вы же все-таки... Наверное, да. Я понял. Вы просто не занимаетесь уголовным кодексом, в этом и загвоздка. А если бы у нас сейчас был бы сотрудник, там, какой-нибудь следователь, который расследует уголовные дела, он бы, наверное, смог эту ситуацию разграничить. Что делать? Вы знаете, если произошел конфликт уже дома, полицию вызвали, ну, полиция, она же не под боком, не сидит под дверьми, а в конфликте, как правило, он быстро разгорается и очень быстро может закончиться печально. Полицию вызвали, ждешь, что делать. Вот женщине, допустим, если она дома, муж, там, буйно уже все, там, что женщине делать в этой ситуации? Пока ждешь полицию? Пока ждем полицию, мы обычно советуем, если дома есть маленькие дети, взять с собой и пойти пока до соседей, подождать там. Или выйти, например, если погода позволяет, например, выйти из квартиры, да, если он совсем буйный. Если он закрыл доступ к двери, такие тоже бывают наверняка, забаррикадируют. Да, мы очень часто, например, на пульт оператора 102 поступают, который семейные вызовы, мы данные адреса крыжим и получается, всегда посещаем такие квартиры. И всегда раздаточный материал оставляем, например, с нашими телефонами, телефонами доверия, чтобы человек, когда попадает в такую ситуацию, чтобы могли позвонить и попросить помощи. Точно так же мы всегда, когда беседуем с женщинами, мы советуем, чтобы у себя на телефоне есть кнопка SOS, на смартфонах у себя загрузили и вызвали по нему сотрудников. И если вы приехали единожды в семью, где произошел семейный бытовой конфликт, она у вас потом, эта семья, на каком-то контроле? Нет, мы, если они там примеряются уже, мы ведем, проведем профилактическую беседу, потом дальше смотрим уже. Если данный факт также повторяется, то тогда уже берем на контроль. А так одного раза это недостаточно, чтобы постоянно потом эта семья была где-то в базе у вас семейных бытовых вопросов? Нет. Просто изначально мы проводим профилактическую беседу, потом в дальнейшем наблюдаем. Если вот данная семья также проходит, например, семейных бытовых вопросов. Сейчас в Сенат передали документы, законопроект точнее, изменения будут внесены, я так понимаю, в уголовный кодекс и в административный. Касаемо семейных бытовых конфликтов и будет ужесточение. Но чуть позже мы об этом будем еще говорить, вернемся к этой теме, когда законопроект утвердят и вступят в законную силу. Летом прошлого года тоже были некие изменения, можете пояснить, какие уже были внесены в июне, да, прошлого года? Да, вот мы с заявительного вышли на выявительный характер. Это получается, каждая женщина, сотрудник может прийти, если он выявил, например, дома происходит скандал. Он может без, например, свидетелей, опираясь на свой видеожетон, например, составить протокол и привлечь данного, например, абьюзера или агрессора. И получается, вот у нас, например, санкции вот этих семейных статей, только что, как я говорила, 73-й статей, побои, 73-й премьер-2, вот за нарушение защитного предписания, например, 461-я статья. Вот всех этих статей санкции, например, до этого было до 10 суток, например, до было, а сейчас 10, 15, 25 суток. Например, в суде правонарушитель может раскаяться, попросить прощения, например, чтобы больше не повториться. Но все равно пойдешь сидеть. Ну, например, ему скажут 10 суток, и там рассматривали. Могли дать, например, 5 суток, 7, уменьшить. А сейчас такого нету. И также вот примиряться только раз могут. А после этого уже предусмотрены. Вот это, кстати, очень важно. Примирение только раз. Раньше, я так понимаю, очень часто это было. Да, это было. Балакиты бумажные занимаетесь? Например, пожелали, например, правонарушители, например, с потерпевшей, вот захотели помириться, они примирялись в суде. Это могло быть и раз, и два, и три, и пять раз, например. А сейчас такого нет. Это уже, получается, арест будет повторный. После того, как несли изменения вот эти вот о том, что примиряться можно теперь только один раз, сократилось число обращений? Да. Например, вот в прошлом году, в этом году, получается, у нас около 170 только вызовов. Вот за эти 26 дней прошло. В прошлом году было 284 вызова. Это намного. И, получается, в прошлом году, даже после этого внесения изменения, получается, у нас очень сильно сократились семейные вызова. Люди стали задумываться перед тем, как вновить в полицию, да? Конечно, обязательно. А стоит ли этот конфликт того, чтобы надо обратиться в полицию? У вас папа не вернулся домой? Вернулся. Живете вместе? Тот же день, который он на мировую пошел, заявил о... У вас когда суд прошел? Вчера. Получилось 25 января? Да, позавчера. А посидели вчера. Ну, домой вернулся. Какой-то разговор состоялся? Ну, да, мы это обсудили. И мама была, участвовала в разговоре. Обсудили. Он вроде как вину-то признает свою, но, видимо, потом это забывается. И он снова повторяет то же самое. Я, со своей стороны, я признаю, что я неправ. И признаю, что никогда такого, конечно, не должно повториться. Ну, у вас закончилось все хорошо. Сейчас живете спокойно? Сейчас, да. И дай бог, в ближайшие 30 дней главное пройти еще спокойно. Правильно понимаете? Да. Я вам только желаю спокойствия в семье и в любом доме города Паладара, Паладарской области и всего Казахстана, чтобы дома было спокойно. Даже если вы не выдерживаете нервы после работы, уставшие все, ну, не доводить до греха, грубо говоря. А уж если все-таки, ну, буйные, не терпите. Это мы тоже будем говорить всегда. Если ваш супруг буйный и занимается рукоприкладством, не терпите. Звоните в полицию и не ждите, когда придет очередная беда, которых фактов немало. Мы знаем эти ситуации. Вы все читаете, смотрите, слушаете и так далее. Везде об этом рассказывается. И не просто так. Семидопытовые конфликты, как я, насколько я понимаю и знаю, самые сложные в этой сфере полиции, правопорядка и так далее. Потому что вроде как два родных человека приводит к тому, что и убийство случается, и 106-я статья, назову ее так, кто знает, тот знает. И все, что угодно может. Начиная, конечно, от обычной 73-й административного кодекса. Вам спасибо за участие и спокойствие в вашей семье. Еще раз повторяю, вам спасибо за работу, за защиту женщин. Ваш отдел, как понимает, конкретно направлен на защиту женщин. Дорогие телезрители, ну и вам спокойствие тоже в ваших семьях. Еще раз повторяю, живите дружно. Прямо сейчас мы продолжаем нашу программу обзором новостей. За кражу, грабеж, хранение и сбыт наркотиков, а также интимную близость с 14-летней девочкой в Паладаре наказали парня. По версии следствия, 20-летний юноша за пару месяцев совершил несколько уголовных преступлений, за что оказался на скаме подсудимых. Свою вину признал частично. В материалах первым преступлением указан на кража Гашиша весом почти 260 граммов. Похитил наркотики в особо крупном размере парень у знакомой. У нее же отобрал телефон, это уже в деле фигурирует как грабеж. Психотропные вещества он позже перевез в другой город, по версии следствия с целью сбыта. Еще одним фактом стала половая связь с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста. Подсудимый вину признал частично, утверждает, что, да, там по обоедному согласию, но утверждает, что якобы потерпевшая заявила, а при разговоре сообщила, что ей 17 лет. Это в суде он так заявляет. Однако он был допрошен кассой, свидетель, не имеющий право на защиту, где мог тоже отказаться отдавать показания. Но он утверждает, что да, когда разговаривали в квартире, она сообщила, что ей 14 лет. Потом по обоедному согласию вступили половую связь. Помимо всего прочего, подсудимый совершил кражу денег с банковского счета, попросил телефон у мужчины и перевел с его карты 170 тысяч тенге. 20-летний парень вину признал, только не согласен был с тем, что наркотики хранил с целью сбыта. Приговор вынесли обвинительные. На основании статьи 58-й части 4-й наказание назначено по совокупности уголовных правонарушений путем частичного их сложения и окончательно назначено как бытие наказания в виде лишения свободы на срок 17 лет 6 месяцев. К слову, у парня была непогашенная судимость, которую также добавили к общему наказанию. Окончательно ему назначили 18,5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Медсестра Павлодарского дома престарелых обманула двух пенсионеров, сняв с их счетов более 250 тысяч тенге. 24-летняя девушка воспользовалась банковскими картами подопечных, откуда и похитила деньги. Когда факт раскрылся, полицейские начали расследование по статье кража. Между тем, в суде разбирательство прошло быстро. Павлодарка, которая теперь уже работает в другом месте, примирилась с потерпевшими, и те были не против, чтобы освободить обвиняемую от наказания. Их мне не поддержали. При вынесении вердикта сообщается, ущерб возмещен. 19-летний Павлодарец, оказавшийся в колонии за закладки, ради мамы, мечтает выйти на волю и начать все сначала. По словам парня, совершил свою главную ошибку год назад. Заработать удалось 800 тысяч тенге, а получил за это 7,5 лет колонии. Таких историй в исправительном учреждении много. На этой неделе я отправился в учреждение номер 45 общего режима. Содержатся там осужденные за мошенничество, кражи, грабежи, наркотики, а с недавних пор и за убийства. Батархан Маропхан оказался в колонии из-за распространения наркотиков. Привлек легкий заработок в 17 лет. И лишь сейчас, находясь здесь, осознал самую главную ошибку юности. Первое чувство смятения и непонимания. С осужденными в тюрьме занимаются психологи. По-другому многим просто пережить заточение невозможно. За маму переживаю больше всего. За маму переживаю? Да. Она у меня единственная мама, за родителей. За ней переживаю больше, чем за себя. Ведь ей нелегко, ну, нелегко дается. Еще есть родная сестра, ее воспитатель, именно она воспитала. Но за ней больше переживаю, чем за себя. Девушка на свободе была? М? Девушки на свободе не было? Была. Она ждет? Нет. Еще один из способов пережить заключение – трудотерапия. Многие осужденные и сами это осознают. Мастерят из дерева, шьют одежду, производят кирпичи и даже бамперы для автомобилей. Предприниматели вдобавок за это платят. Время здесь стараются максимально провести с пользой. Я когда собирался сюда этапом со следственного изолятора, я знал, что есть промзона, и у меня было желание выйти и работать, чем-то заниматься, потому что время идет, чем-то занят, в голову не лезут разные мысли. То есть я уже, когда собирался сюда, собирался работать, у меня был настрой. Есть среди заключенных заядлые, но многие впервые оступившиеся, а последние как раз таки для общества не потеряны. Ошибки осознают и делают все, чтобы быстрее выйти на свободу. У нас учреждение, так сказать, город внутри города. Осужденные могут себе совместно с сотрудниками учреждения организовать свою жизнедеятельность. Это пошив одежды, имеется кружок прикладного искусства, имеются свои самодеятельные организации, где проводим мини-концертные, какие-то выставки проводим, отправляем благотворительные организации. Условия содержания, отмечают в исправительном учреждении, регулярно контролируют. Проверяющих хватает. С МВД КУИС круглосуточно наблюдает по камерам. Меж тем, сотрудничают со многими местными организациями и даже с ООН. Они, к слову, спонсировали обустройство комнат релаксации в каждой колонии. Побитому знакомым повладарцу не удалось вернуть на свободу своего обидчика. Напомню, Илья Шварев получил травму после ударов. Полицейские открыли уголовное дело, а подозреваемый, в свою очередь, сам явился в отделении и вину признал. Меж тем, потерпевший в суде заявил, простил друга и попросил не лишать свободы. Об этом он говорил и в нашей студии буквально в октябре прошлого года. Выпуск можете посмотреть на сайте телеканала, либо в ютубе. Судебные тяжбы по делу Жак длятся уже полгода. Супрока обвиняемого и потерпевшие объединились, чтобы вызворить мужчину на свободу. По приговору суда первой инстанции мы назначили 4 года колонии. На этот раз стороны вновь встретились в апелляционном суде. Я им говорил, что я не помню этого дня вообще, вечера. Что я хотел, чем закончилось. Мне оперативники сказали, так не пойдет. Надо, чтобы ваши показания совпадали. Вот, дали мне его показания, почитали. По словам Ильи Швалева, его показания, по сути, дали следователи. Он лишь согласился. Но сейчас настаивать его обидчика надо отпустить. Ситуация нестандартная. В зале суда лишь прокурор настаивает на лишении свободы. Между тем, служители Фемиды пришли к выводу, что прощение с сути дела не меняет. Приговор суда номер 2 города Павлодарово 25 августа 2023 года в отношении ЖААКа Виктора Игоревича оставить без изменения апелляционные жалобы осуждения ЖААКа, потерпевшего Швалева, защитника адвоката Мусейного, защитника ЖААК, оставить без удовлетворения. С такими фактами, подтверждающими, какие мы предоставили, я надеялась этого. Это еще половину мы даже не изложили. Мы такое самое взяли и изложили. Мы надеялись, что будет результат. Приговор суда о лишении свободы на 4 года теперь вступил в законную силу, но супруга обвиняемого останавливаться не намерена. Готова писать жалобу. Верховный суд. Жителям Майского района наказались за дрифт и катание друга на капоте. Эффектное видео отправили полицейским в Инстаграм. По нему стражи порядка определили владельца авто и составили протокол. Привлекли в итоге к штрафу почти в 37 тысяч деньги. Деньги потерял, зато эффектно. На этой неделе, благодаря повладарскому водителю, мы все узнали, что опасно целоваться с пьяной девушкой. Мужчину задержали на перекрестке из стая Назарбаева. Исходил от него запах алкоголя, а потому забрали на проверку. У медиков повладарец и заявил, что может показать наличие спиртного в организме, потому что он 40 минут наслаждался губами дамы. Оказавшись пьяным по ее вине, в итоге лишился прав на 7 лет. Была ли на самом деле та самая царица, остается только догадываться. Такой была неделя происшествий. Если ваши права нарушают, звоните в нашу редакцию 5549. Разберемся вместе. С вами был Артем Клеван, и пусть закон всегда будет на вашей стороне.